Я в этой теме абсолютно неофит и новичок, потому что я никогда не занималась блокадой, я историк кино вообще по образованию, но это не было моей темой, и я была только читательной книг. И вот как все случилось. Мы делали проект Чапаев, вот он, это проект «История кино в истории страны, история страны в истории кино». И там был военный курс, и я поняла, что я хочу спецкурс по блокаде, и я предполагала, что мне нужно найти специалиста, думала я, который опишет мне, что такое блокадная хроника. И я стала искать этого специалиста, и вдруг я обнаружила, что этого специалиста нет. То есть я выяснила, что оказывается, огромная история кино, изучали что угодно, но не блокадную хронику. Наш замечательный хранитель студии документальных фильмов Сергей Гиллер сказал мне, что он не помнит случая, когда кто-нибудь, он вспомнил одну аспирантку, которая приходила к нему смотреть хронику, а так в целом нет. Дальше я выяснила, что и Полина Борскова, и Ирина Сандомирская изучали блокадную хронику в Красногорском архиве, но они изучали ее не как отдельный объект, а для того, чтобы найти что-то для своих исследований. В целом, что такое блокадная хроника, сколько ее было снято, кто ее снимал, в каких условиях, кто автор этих кадров, где происходит действие и так далее. Огромное количество вопросов, на которых нет ответа. Кадры, которые вы видите, часть из них вошла в фильм «Лазница», об этом я скажу позже, снял оператор Владимир Страдин, о котором я сейчас буду делать фильм. Вот он, Владимир Страдин. Это фотография, взятая из архива. Пока на сегодняшний день мне удалось найти, в общем, на самом деле, удалось найти много чего. Главным образом я нашла двух его дочерей, абсолютно потрясающих, выдающихся женщин. Одной 92, по-моему, года, другой 85. Одна скульптор, другая актриса. И я сделала с ними огромное интервью, и они открыли для меня себе энергию. На самом деле, 90% кадров, которые мы видели, например, в фильме «Лазница», да и не только в фильме «Лазница», но и во всех официозных фильмах, снял вот этот человек. Потому что другие замечательные, выдающиеся операторы, Погорелый, Богоров, Печел, значит, Учитель Ефим, это операторы, которые нам снимали фронт. Ленинградский морковский фронт и партизанское движение. Городские съемки, ну, там, они снимали тоже, но основной массив – это Владимир Страдин, который вообще, его специализация была городом. Первое, конечно, что мы сделали, это мы стали искать родственников, и стали искать какие-то документы. И мы нашли четыре блокадных хроника, четырех операторов. Три не нашли. А они есть, потому что они упоминаются в документе, который называется «Хроника блокадной студии», который архивариус Гильвер, и тут я это специально подчеркиваю, потому что это, собственно, главное мое сообщение сегодня, что все, что касается, я считаю, главнейшего документа в визуальном, по крайней мере, блокадной хроники, все это находится в абсолютно разбросанном состоянии, и никто не может сказать сегодня, где что лежит, что пропало, что было уничтожено, или что находится в спецхране, или что зависло в каких-то домашних архивах, или что погибло в этих домашних архивах. Это все сейчас, у меня есть такой файл в компьютере, который называется «Вопросы без ответов», куда я аккуратно эти вопросы выписываю. Мы нашли четыре дневника, и мы нашли вот эту хронику студии, которую непонятно кто составил. Она явно не полная. Это явно был человек, который отрывочно носил какие-то сведения. Как этот документ оказался вообще в доступе тот же самый Сергей Гильвер, когда нашу киностудию «Лен Дог» на Крыльковом канале, когда ее сущности расформировали, ее архив, и очень много выбрасывали просто на помойку, в частности бумажный архив студии. Он просто вытащил этот документ из мусорного бедра и спрятал, как и многое, что он спрятал. Это очень отрывочные сведения, в которых, опять же, для меня больше вопросов, чем ответов, потому что я вообще далеко не отсмотрела тот массив хроники, который есть, но пока очень многое из того, что я находила в этой хронике, я точно совершенно не видела ни в одном фильме, а я опять составила сводную таблицу, куда я заношу планы, и где эти планы цитируются. Так вот, очень много планов, которые нигде не цитируются, даже в Лазницах, а есть описанные съемки, которых нигде и нет, включая фильм Лазниц. Например, оператор Погорелый в своем дневнике описывает, что он снимал на Василии Австровском рынке спекулянтов. Этих кадров нет. Теперь этот пример, на котором я хочу остановиться подробнее, вот тут, наверное, я все-таки покажу. Это на экране вы видите семью Владимира Страдина, и он сам. В том же самом документе я увидела, что в 43-м году, нет, не в 40, да, в 43-м году, совершенно уже незадолго до, как сказать, вот у вас был последний автобстрел, Владимир Страдин совершенно случайно оказался, он просто шел с камеры, и по Василийскому острову, и на противоположной от него стороне шли дети из детского сада табачной фабрики Урицкого. И он, сколько он был, не знаю, чуть любив, у него и своих было много, и он очень любил снимать детей, у него очень много детских съемок, он загляделся на детей, и в этот момент разорвался снаряд, и все дети погибли. А они были повязаны вот так веревочкой, и это просто произошло на его глазах, и он в своем рассказе одному из очевидцев рассказал, что он поразился сам себе, что он включил камеру. И он снял эти страшные кадры. Эти страшные кадры упоминаются еще в двух дневниках блокадных операторов, которые пишут о том, что это один из самых страшных кадров, которые были сняты операторами. А также упоминается, что эти кадры были показаны на Нюрнбергском процессе. Этих кадров я пока не нашла. Их нигде нет. Нет ни по описи, нет ни в каких естественно монтажных фильмах, и нет их в глазницах. Но поскольку я еще не все отсмотрела, то я не могу сказать, что их нет совсем. По крайней мере, пока я их не нашла. Когда я собирала версии, потому что, что я могу сейчас сказать, я могу перечислить версии, да, насколько полна хроника и куда она могла исчезнуть. Версии совсем разные. Вот, например, эти две прекрасные женщины рассказали мне, как однажды, в начале 90-х годов, к ним пришел человек в костюме. К ним пришел человек в костюме, представился сотрудникам студии, сказал, что они собирают материалы по плакате, Страдина уже не было в живых, и они отдали ему все свои коробки с пленкой. Коробки с пленкой, которую папа хранил дома, и говорил, что время для них еще не пришло. И коробки даже с домашним акрилом, потому что он снимал просто детей своих в квартире. А этот человек сказал, что он все это вернет через какое-то время, через месяц, и пропал. Но эти простодушные, прекрасные женщины даже не спросили его фамилии, и не спросили у него удостоверения. Этих пленок нет. Дальше вдова режиссера Соловцова, которому тоже записывали интервью, тоже замечательная женщина, делала несколько сообщений. Например, она сказала, что когда она работала ассистенткой в 50-е годы на студии, режиссер, который делал один такой официозный фильм о блокаде, на экране вы видите кадр астралин. Он, значит, посылал, ресерчера, теперь говорят, исследователя, посылал куда-то на Урал, где хранились какие-то, какой-то был секретный архив блокадной пинокровики. Следующее ее сообщение было такое, что ее муж Соловцов рассказывал ей, что перед Неренбергским процессом они много суток не спали, они должны присмонтировать для Неренберга как бы блокадную хронику, и они ее туда послали, и оттуда она не вернулась. Может быть, вернулась, может быть, Соловцов не знал, но, по крайней мере, он был серьезным взрослым человеком, он руководил руководителем много лет, и, в общем, нет смысла не верить ему словам. То есть, может быть, вернулась, но не на студию, и не в официальный архив. Режиссер Михаил Литвяков, замечательный человек, создатель фестиваля «Послание к человеку», рассказал мне, что, по-моему, в Никольском соборе был один из, одной из хранилищ, одной из хранилищ студии, и в конце 40-х годов было наводнение, и очень много погибло пленок. Одна из версий, что какая-то часть пленки была в музее блокады, и что люди помнили горящие, так сказать, какие-то, ну, не знаю, костры, и что помимо фотографий документов горела также пленка. Как это ни было? В Красногорске хранится огромное количество блокадной хроники, которая не обозначена как блокадная хроника. Значит, дело в том, что Красногорск – это величайший архив, потрясающий. Там все замечательно устроено, там прекрасно работает. Но это система, которая была заведена. Значит, все киножурналы, да, военные, все монтажные фильмы хранятся и описаны. Все, что не вошло в эти монтажные фильмы и в эти киножурналы, называется одним словом «летопись». Летопись – это технический брак, это кадры, которые не понадобились, это кадры дублей, и это кадры, которые не прошли идеологическую институту. Это все вместе, называется «летопись», и нужно пересмотреть каждую эту бобину для того, чтобы посмотреть, что там находится. Мы только начали этот процесс, я отсмотрела примерно, я даже не знаю, примерно, ну, 20-ю часть. Это огромная работа, и я сейчас честно пытаюсь найти финансирование на этот проект, потому что, конечно, тут ни одному, ни двум, ни трех людям не справится. Это абсолютно необходимо сделать. Значит, смотрите, какая была у меня идея, что вот эти все кадры, да, которые мы, как бы, соберем, сделаем скриншоты, и что нужно сделать? Нужно установить авторство этих кадров, нужно обозначить, где и когда происходит это действие, что мы видим на экране. И нужны традиции историков, которые вот объяснят про урожай лизантем и про разные другие вещи, которые совершенно, как бы, на первый взгляд, это кажется невероятным. Вот, ну, похороны детей, да, блокад, откуда цветы, в таком количестве. Это не так. Вот. Это похороны тех детей, которые я нашла в летом. А это звучит вот безусловно. Меня поражает количество цветов, откуда они узелись. Вот я впервые в жизни стала человека искать в Фейсбуке, это был Максим Шер. Я абсолютно случайно увидела его пост про, так сказать, несостоявшуюся выставку «Запрет на образ», и меня противусло это название. «Запрет на образ». Это его название. Значит, у Максима Шера есть, как бы, фотограф Никитин, да, которого репрессировали, арестовали прямо на улице с фотоаппаратом за запрет снимать. И мы знаем, что это была колоссальная проблема, потому что человек, который снимал, беспрепятствовал, без соответствующего документа, он приравнивался к шпиону, или телесанту, или к чему-то очень страшному. Но тогда, вот у меня вопрос такой, то есть вопрос соображения. Глядя на эти все кадры, ведь оператор страден, представим, из-за этого прекрасного интеллигентного человека, который идет с камерой. И у него есть удостоверение кинооператора. Оно у него есть. И, условно говоря, документ, разрешающий съемку, у него тоже есть, потому что это его работа. Но вы понимаете, когда он, например, снимает улицу, или у него есть документы, он снимает улицу, у него кадр, и он снимает какую-то, не знаю, афишу концерта, которая проходит во время глотации. Но ведь так стоят люди. И вот никто же за руку не держит, чтобы вот он не повернул камеру. Это просто невозможно отконтролировать. И то, что я сейчас говорю, я нажила этому подтверждением. Потому что в киножурнале про приезд какого-то американского чиновника уже после снятия блокады приезжает, он его провозит на этих машинах, и он выходит из какого-то официозного здания, и на одну секунду, я распечатал эти кадры, на одну секунду мы видим людей, которые стоят у этого здания, и это вот те самые люди, которых не показывали какие-то журналы, и это, конечно, срезают при монтаже. Но это одна секунда есть, и ее можно распечатать. Поэтому я, конечно, мечтаю о проекции втором, который называется «Случайные лица». Вот эти случайные лица, они оказывались в кадре, и с моей точки зрения это абсолютно бесценный визуальный материал. Теперь еще последнее, что я скажу, про фильм «Лозница», который я не люблю. Я честно скажу сразу. Я его не люблю, и я не вижу, кстати говоря, то есть там есть гениальная одна вещь, но это не «Лозница», это звукорежиссер, величайший звукорежиссер, который озвучил временные кадры. Понимаете, да, почему временные кадры? Камера Аймо снимала без звука. И то, как Володя это озвучил, это Головницкий, Володя Головницкий. Как эти кадры вообще оказались в доступе? Режиссер Литвяков в 60-е годы снимал какой-то, делал свой проект и в Казногорске. Сколько у него был бюджет на его картину, он увидел эти кадры и под свою картину их заказал. Ему сделали копию. И эти копии оказались таким образом в Петербурге. И они оказались в видении у Геймера, который, конечно же, их завыкал. Геймер, который все это хранил и выложил как бы в последовательности, там у него все сложено, да, по Венляндский вокзал первая эвакуация, там целая огромная монтажная история, как везут трупы, потом как очереди, потом те, какие-то культурные афиши. У него все было разложено. В сущности говоря, мы это и видим в фильме «Лазница». Почему я его не люблю, это отдельная история, я его не люблю, потому что, вот потому что, ты говорил, Стас, потому что это для меня вторая крайность, я не люблю финал. Я считаю, что эти кадры должны были войти, но это не финал, потому что по этому финалу, получается, что одно мясо казнит другое мясо. И вообще фильм про мясо. А это как-то, я понимаю, что вот это расструирование, темы, должны быть какие-то такие этапы, и что это может быть закономерный этап, мы должны уже прийти к какому-то следующему этапу. То есть, хорошо, что мы пошли, но нужно как-то уже дальше. Ну, собственно, что-то и говорю, мне кажется. неопубликованно, я просто в этих неопубликованных кадрах тоже видела очень много другого. Не только. как. Я даже это говорю, понимаете, у нас нет языка, на котором об этом можно говорить. Я не знаю, замечали ли вы это. И мне кажется, что можно сойти с ума от того, что ты все... Я, например, все время себя останавливаю, даже когда я сама с собой за это разговариваю, потому что у меня это не языка, я понимаю, что и нет. Вот, например, если взять тему Холокоска, которая, ну, скажем так, менее страшная, правда? Но у меня этот язык есть. Почему? Потому что я выросла в Украине. Я выросла в тех самых местах, где все происходило. Я это все слышала с самого детства от бабушек, дедушек, тетушек, соседей, русских, евреев, полярных, украинцев и так далее. Это моя история. Это как бы то, что я с детства в этом жила и это стало моей историей. Или, например, Сталинский террор, фамилия Аркус, три страницы занимает на сайте мемориала. И это другая моя семья. Я тоже в этом жила. И у меня тоже есть язык. А блокада это то, что я узнала настоящему, всерьез, только на первом, на втором выпуске института, когда я прочитала первый вариант блокадной книги. и это уже история, которая меня совершенно потрясает и которая вызывает у меня опасения, и дай бог не так сказать слово. И не так вообще что-то сформулировать. Мне кажется, что история с блокадной хроникой это одна в теме визуализации блокады. Это просто, мне кажется, ключевая вещь. Продолжение следует...